Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Сегодня я вам покажу рукодельные покупки, которые я заказала на сайте Ньючик. Я уже делала заказы на этом сайте. Кто подписан на мой канал Жили Были уже видели, что я там заказывала и обувь, и одежду, а также рукодельные я показывала покупки. Вот такие вот ножницы. Ссылки на все товары я оставлю под видео. Если вам интересно, переходите, смотрите. И сейчас я подробненько покажу, что я заказала. Ну, я заказала вот эти ножницы, потому что такие ножницы я уже там заказывала. Вот, смотрите, они трех размеров идут. Сначала я заказала вот такие большие ножницы, вот такие огромные портняжные ножницы. Кто шьет, понимают, что кроить такими ножницами очень-очень удобно. Они, несмотря на то, что большие, у них рукоятка не такая уж огромная. Вот как раз для моей небольшой руки. В общем, они мне настолько понравились, что я заказала еще одни маленькие ножницы, вот такие. Это самый маленький размер. Ну, а на этот раз я заказала третий размер. Для того, чтобы у меня был полный комплект, я заказала вот такие вот средние ножницы. В общем, вот эти средние мне очень-очень нравятся тоже. Здесь такой хороший металл. Я уже делала обзор, причем они у меня не облезли. Очень хорошее покрытие. И для таких больших ножниц, ну, я считаю, что очень даже недорогая цена. Когда перейдете по ссылке, вы увидите, потому что там часто бывают акции и скидки. И точно сказать на сегодняшний день, какая будет цена, это невозможно. В общем, у меня теперь вот такой комплект из трех ножниц. Я, наверное, вот эти вот двое себе оставлю, потому что я сейчас практически ничего не краю. Мне эти ножницы нужны, но не так часто. Когда я делаю букеты из конфет, я режу бумагу гофрированную. Да, мне тогда нужны большие ножницы вот такие длинные. Ими удобнее резать. А вот эти вот, если будут удобны, то я подарю маме. В общем, мама придет, посмотрит. Она у меня караид. Ну, кто подписан на ее канал, знает, что она рукодельничает. Если ей понравится, то я ей подарю. Но если мама не захочет, у меня будет комплект из трех ножниц. Потому что у меня еще дочка растет, внучка. Я думаю, что они тоже будут рукодельничать. Ну, дочка уже рукодельничает. Ну, соответственно, и внучка, наверное, тоже будет. Вот, поэтому вот такие вещи, они же покупаются не на один день. Они покупаются на много-много лет вперед. И если они хорошего качества, то они могут служить очень долго. Что еще пришло? Вот такой набор крючков. Дочка у меня увлекается вязанием. Это игрушки из велюровой пряжи. И там часто нужны крючки. Ей разного размера. Она сейчас пробует, экспериментирует. У нее, в общем-то, крючки есть. Но мы столкнулись с такой проблемой, что захотелось мне повязать крючком. А у нее крючки, ну, по одной штуке. Только какие ей нужны. А большого крючка, восьмерка, десятка у нее не было. И здесь мне на глаза попался набор. В общем, я так думаю, что когда дочка будет жить отдельно, она же свои крючки заберет. А что останется у меня? А у меня останется вот такой прекрасный набор. Вдруг мне захочется тоже повязать. Сейчас посмотрим, из чего состоит этот набор. Вот такие крючки из восьми штук. Номер пять. Так, вижу четыре. Десятка. Десять. Девять. Восемь. Ну, в общем, это такие номера. Которые нужны мне были, чтобы вязать из трикотажной пряжи. Помните, я покупала трикотажную пряжу в Леонардо. Хотела попробовать вязать. И у дочки такого большого крючка не оказалось. А я купила восьмой и десятый в Леонардо. И там один крючок стоил больше ста рублей. Вот. Но здесь, если посчитать весь набор со всеми этими штучками, со всей мелочью, то получается выгоднее приобрести один раз набор. По качеству, что хочу сказать. Ручка мягкая, не скользящая. Но в то же время, вот я сейчас проверяю, крючок не гнется. То есть крючок достаточно крепкий. В руках держать приятно. Мне, во всяком случае, вот такой плоский крючочек в руках держать очень даже удобно с ручкой, чем держать просто тонкий крючок. Хотя, подолгу я не вязала, по многу. Но думаю, все-таки будет удобно. Но это, опять же, зависит конкретно от каждой вязальщицы. Кому-то нравятся тонкие крючки, кому-то толстые. Я еще вязальщица неопытная, поэтому сейчас точно сказать, какой именно мне будет удобный крючок, я не могу. Вот такая коробочка идет в комплекте. Ну, вы знаете прекрасно, что коробочки нам нужны всегда. И если бы я отдельно заказала всю эту мелочевку, то и отдельно покупала бы коробочку. Здесь у меня все идет в комплекте. Вот эти перегородки, они предназначены для коробки. Здесь они не нужны. Можно потом по-своему как-то их поставить. Так, что же входит сюда в набор? Ну, во-первых, это сантиметр. Ну, у меня, в принципе, есть рулеточки, но лишний метр он не будет. Не будет лишним. Вот такие иглы. Тоже, когда Алина сшивала игрушки, она спрашивала у меня, дай мне большие иглы. Вот такие вот пластмассовые иглы для вязания. Насколько они удобны, я еще не знаю. Но, опять же, пусть будет набор, так набор. Далее. Далее, наперсток. Наперстком я не пользуюсь, но иногда вдруг что-то и нужно будет, поэтому тоже пригодится. Теперь вот такая вот маленькая штучка. Вязальщицы, конечно же, знают, что это такое. Это, наверное, чтобы считать ряды, чтобы не сбиться. В общем, это какой-то очень важный, видимо, инструмент. Наверное, рядочки считать. Алины, к сожалению, сейчас нет. Она уехала, поэтому не может мне подсказать. И смотрите, у нас таких два, красный и синий. Очень даже интересно, что это такое. Девочки, в комментариях напишите. Я так предполагаю, что это подсчитывает, наверное, ряды, чтобы не забыть, какой ряд мы вяжем. Вот такие вот странные буйки. Я только знаю, за буйки не заплывать, но что-то ими нужно отмечать при вязании. Возможно, это заберет у меня Алина. Вот если какие-то мелочевки мне, например, не нужны, они, кстати, сделаны из такой мягкой, очень приятной резины, Алина у меня их заберет. А вот эти вот метки, когда вяжешь узором, то нужно помечать. Кстати, тоже Алина, когда вязала, мне говорила, мама, у тебя нет никаких булавочек? Мне нужно было отдельно какие-то ей булавочки дать. Ну, в общем, я думаю, что тоже пусть будут. Мало ли, для чего они пригодятся. Еще мне интересно, что это такое. Скорее всего, это резачок. Резачками такими я не пользуюсь. У меня их в хозяйстве нет. Но один резак, в принципе, он мало ли для чего будет нужен. Я Тимуру покупала вот такой резак. Он лежит у него в рыболовной сумке. И вот у меня теперь тоже такой будет резачок. Хотя тоже, возможно, Алина у меня заберет. Ну, в общем, я и так скажу. Алин, ты выбираешь, что нужно тебе. Мне самое главное оставь крючки. Вот. Собственно, мне нужны были разные крючки. Вот это тоже. Я не знаю, что это за инструменты. Я, кстати, не ожидала, что здесь очень много всего. Я думала, что здесь вот крючочки, да вот такие вот метки. Ну, а здесь очень-очень много всего оказалось. И посмотрите, сколько еще здесь крючков. Если вот там крючки толстые, то здесь крючки тонкие. Вот эти крючки, они нужны для вязания салфеток. Я, кстати, в молодости умела вязать. Я вот такими мелкими крючочками, помню даже, что-то ажурное пробовала вязать. Воротничок, что ли. Из белого ириса тонкая была белая нить. Я пробовала вязать или крючок, или манжетики, когда еще училась в школе. Тогда было как-то вот это вот модно. И вот смотрите, крючок 0,6, 0,9, 0,2, единичка. Ну, в общем, классные крючки. Так, я сейчас хочу посмотреть, повторяются или нет. Нет, 0,5, 0,75, 0,6, 1,6. Нет, не повторяются. А я думала, может быть, здесь по два крючка одинаковых. Нет, здесь все крючки разные. В общем, у нас получается 8 маленьких крючков и 8 вот таких больших крючков. В принципе, вот если бы я покупала отдельно, то все вышло бы мне намного дороже. И каждый раз, когда нужно связать какое-то изделие, бегаешь и ищешь крючки нужного размера, как вот Алина у нас бегала и искала. Еще и пришла здесь рядом в магазин, здесь их нет. Потом мы поехали в Леонардо. В общем, пришлось нам намотаться, пока мы нашли крючки нужного размера. Но теперь у нас все есть. Ну, и как же я могла заказать все для себя и не побаловать Ричика? Посмотрите, что я ему заказала. Его пока еще здесь нет, Ричика. Сейчас мы посмотрим. Ага, вот тут еще что. Я совсем забыла, что еще Тимуру заказали сверло. Это тоже, считайте, рукодельная вещь, только она нужна для него. Сейчас Тимур придет и скажет нам, для чего нужна вот эта вот штука, такая большая и красивая, золотая. Тимур, что это такое? Сверло? Ступенчатое сверло. Ступенчатое. Что сверлите? Ристовой металл для отверстий разных диаметров. Понятно. Это вот эти циферки, это диаметр, да? Отверстие, которое будет. Да, да. Понятненько. Ну и сейчас смотрите, какую игрушку мы заказали для Ричарда. Служить? Проси, мой мальчик, проси, мой мальчик. Ай-ля-ля-ля-й, ой-ой-ой. Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Лови. Дай, убежал. Дай маме. Ай, ты мой мальчик. Ричо, иди ко мне. Садись к маме. Сидеть. Сидеть. Ой, какая игрушка. Сидеть, давай. Ой, какая. Ой, какая. Будем играть? Отбирать хочешь? Дай, дай. Кстати, слабенькая пищалка здесь. Пик-пик-пик. Пик-пик-пик. Сидеть. 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 Лови. Молодец. Ну все, вот такой был заказ у меня в магазине Ньючик. Если вам интересны другие покупки, переходите на наш семейный канал, который называется Жили-были. Ссылки на все каналы есть под видео. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой рукодельный канал. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Ой, какая игрушка. Ой, какая хорошая игрушка. Ой, какая игрушка. Ай-ай. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Твой какая игрушка. Ха-ха-ха. Нравится? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...